Бронетехники Первая — многобашенный М3 Ли, вооруженный 37-75-мм пушками. Второй интересный аппарат — М3 с приставкой GMC. Несмотря на это имя, машина не имеет никакого отношения к генералу Ли. Это даже не танк, а полугусеничная САУ, выполненная на базе грузовика. Вооружение самое серьёзное. На GMC поставили 75-мм пушку, которая поражает любые цели на своём рейтинге. А вот брони конструкторы пожалели. Наконец, не можем обойти вниманием зенитку М13М GMC. Два браунинга калибра 12,7 мм прекрасно справляются с целями в воздухе и со многими на земле. По крайней мере, в борт. Переходим на второй ранг. И здесь американская бронетехника показывает себя во всей красе. Появляются шерманы — символ танковых войск штатов. Разумеется, нельзя не сказать про М10 — первую из американских САУ с полноценной башней. А вот с зенитками на втором ранге всё не так хорошо. Помните М13М GMC с первого ранга? Добавили ещё пару браунингов. Вот вроде и все улучшения. Что, это всё? Да, это всё. Сбивать самолёты у вас, положим, выйдет, но вот про борьбу с танками придётся забыть. Несмотря на это, на втором ранге вы точно получите много удовольствия. В первую очередь, благодаря прекрасным шерманам. На очереди третий ранг. Здесь появляются первые тяжёлые танки — М6А1 и М4А3Е2 — легендарный шерман Джамбо. Обычные шерманы, к слову, тоже стали мощнее. Броня заметно толще, а версии М4А1 с 76-мм орудием и М4А2 с 76-мм орудием. К тому же щеголяют новыми башнями. И… да, пушками М1. А вот главная звезда третьего ранга — САУ М18GMC. Тут и фантастическая скорость в 72 км в час, и 76-мм орудие с пробитием до 221 мм брони. Правда, защиты у машины практически нет, но кого это волнует с такой мобильностью и пушкой? Наконец, есть чем порадовать и любителей премиумных машин. Неплохой средний танк Т-20, именной Джамбо с названием Кобра Кинг, и американский ответ Катюшин и панцерверфером Калиопа — реактивная система залпового огня на шасси от Шермана. А вот с зенитками снова тяжело. М15А1 обзавелась 37-мм орудием, которое, скажем так, не лучшее среди коллег по рангу. К тому же пришлось пожертвовать двумя браунингами. В целом, на третьем ранге одна из самых удачных машин — это знаменитый Шерман Джамбо. Да, орудие не всегда справляется с самыми тяжелыми целями, однако попробуйте сами поразить такого монстра. Кстати, однажды мы уже делали видео о том, как справиться с Джамбо. Посмотрите. Четвертый ранг. Время перемен. Последние Шерманы М4А3 и Джамбо М4А3Е2 уступают дорогу машинам нового времени. На смену старичкам приходят Т-25 и М26 Першин со старшим братом Т-26Е1 — Супер Першингом. А за их спинами маячит настоящий монстр — Т-34. Не забыли и про легкие машины. Сразу три штуки на любой вкус и цвет — М41А1 или Уокер Бульдог, а также М56 и Т-92. Зенитчики получают М19, вооруженную сразу двумя 40-мм бафорсами. А вот САУ М36 поначалу вызывает оторвь. По сравнению с гоночной М18 скорость упала до скромных 42 км в час. Зато орудие куда более серьёзное, чем на предшественнике. 90-мм пушка М3 с пробитием до 264 мм позволяет охотиться даже на самых тяжёлых противников. Для ценителей премиумной техники на четвёртом ранге раздолье. Американцам доступны сразу шесть аппаратов на любой вкус и цвет. Средние, тяжёлые танки, САУ и даже ракетный танк. М26Е1, М26Т-99 с ракетами, здоровяк Т-29, а также М46ИГР, Т-28 и Супер Хэлкэт. Можно собрать полноценный набор. Основная тенденция четвёртого ранга — плавный уход от бронирования корпуса в сторону мощных орудий с неплохой перезарядкой. Исключение разве что только Т-34 и Т-29 с прекрасным бронированием башен. После революционного четвёртого пятый ранг — это скорее эволюция знакомых типов техники. На смену першингам приходят паттоны М46, М47, М48, а также топовый средний танк М60. Любителям тяжёлых танков по вкусу придутся Т-32 и чудище под названием М103. А вот САУ Т-95 довольно сложное в использовании. Налицо запредельное бронирование, отличное орудие и скорость в 12,8 км в час. К тому же башни тут нет. На зенитках тоже не получится побеждать всех и вся. М42, оборудованная привычными бафорсами, просто не способна бороться с большинством наземных целей. Но унывать рано. Во-первых, у большинства машин появляются кумулятивные снаряды. Во-вторых, на пятом ранге у американцев сразу три отличных према. Магах-3, Т-114 и ХМ-1, про который стоит сказать особо. Перед нами практически Абрамс, пусть и в виде прототипа. БР у танка, кстати, тоже взрослый — 9,0. Поднимаемся на шестой ранг. Оставляем в покое М60 и смотрим на выходцев из тяжелой ветки. Т-95Е1 — неплохая машина, но звезд с неба не хватает. Тем более, что после него открывается целая плеяда танков нового поколения. Прототипы ХМ-803 и МБТ-70 — быстрые, хорошо защищенные и с отличными 152-мм орудиями. Выбор снарядов широчайший. Тут и кумулятивы, и бобсы, и даже птуры. Отдельная машина в этом ряду — М1 Абрамс. Один из лучших танков на своем рейтинге. Да, птуров у него нет, но с такой подвижностью, защитой и пушкой вы вряд ли станете об этом жалеть. В то же время учитывайте, что чистокровных САУ на этом уровне у американцев нет. И то же самое с птуровозами. Вместо них М60А2 «Старшип» и… М551 «Шеридан» — легкий танк, вооруженный 152-мм пушкой-установкой. Первая зенитка на высшем уровне — М163 «Вулкан». С летающими целями 20-мм пушка справляется на ура, однако танки вы вряд ли сможете пробить. Вторая — М247. Вместе с новой базой новичок получил 40-мм пушки. Они пришли на смену 20-мм шестиствольному орудию «Вулкана». Правда, с наземными целями бороться по-прежнему непросто. Да, два «Бафорса» пробивают до 76-ти миллиметров брони против 40-ка у М163. Однако огромные габариты и не самая лучшая подвижность нашей «Зенитки» делают борьбу с танками не самой легкой задачей. В то же время стрелять по самолетам и вертолетам с этой махины — одно удовольствие. Скорострельность, отличная баллистика и огневая мощь 40-мм пушек быстро спустят на землю любую цель. В целом, на шестом ранге американцы обладают сразу тремя отличными ОБТ, но отстают в ветках САУ и «Зенита». А какие американские машины пришлись по вкусу вам? Пишите в комментариях. И увидимся в бою! Субтитры создавал DimaTorzok